Вы смотрите новости Украины в студии Светланы Леонтьевы. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Встреча в Париже. О чем договорились советники лидеров стран Нормандской четверки? Встреча в Париже. Мы же сегодня говорили об Украине и безопасности в Европе. Там встретились советники президентов стран Нормандской четверки, чтобы обсудить перспективы возрождения этого формата переговоров. Украину представляет глава Офиса президента Андрей Ермак. Эксперты считают, что сам факт этой встречи уже есть хорошим результатом дипломатических усилий. Больше подробностей узнаем от нашего специального корреспондента в Европе Виталия Сизова. Виталий, мало информации. Что-то уже известно о результатах переговоров? Известно о переговорах лишь только то, что они затянулись гораздо дольше ожидаемого. То есть если изначально планировалось, что на них потратят часа два, после которых будет брифинг, то сейчас я могу сказать, что переговоры идут уже больше семи часов. Это говорит о том, что они, вероятно, не очень простые и каждая сторона всячески отстаивает свои позиции. С одной стороны, с другой стороны, вероятно, все-таки они хотят прийти к какому-то общему решению. Следим за ситуацией прямо из посольства Украины в Париже, куда должен прийти представитель Украины на переговорах, глава офиса президента Андрея Ермака рассказать, далось ли добиться, и самое главное, удастся ли добиться по итогам встречи какой-то деэскалации на украинской границе. Хотя этот вопрос, конечно, там напрямую не обсуждается, но он подразумевается, что если стороны все-таки найдут точки соприкосновения, то ситуация, возможно, будет разрешена без прямого военного столкновения. Виталий, известно вообще, какая программа «Максимум» для Украины? Что мы хотим? Максимум программа была заявлена изначально. Это возобновление нормальной работы, нормандского формата. Самый важный вопрос для жителей неподконтрольных территорий – это возобновление работы КПВВ нормальной, наконец-то после двухлетней блокады, связанной под предлогом ковида, который устроили самопровозглашенные власти. Гуманитарные вопросы вот эти и вопрос, естественно, возобновления режима прекращения огня. Это задача минимум, с одной стороны, ну и задача максимум, которую уже пытаются добиться на протяжении многих лет украинские переговорщики. А будет ли там обсуждаться вопрос освобождения взаимноудерживаемых лиц? Я вот такой информацией не владею, да, но, в принципе, это было бы логично, да, чтобы поднимали весь спектр вопросов. Но за представителя Офиса Президента я, к сожалению, не смогу это. По крайней мере, публично не анонсировался этот вопрос. Но многие вопросы, они не анонсируются, которые затрагиваются на переговорах. Будем ждать результатов. Надеемся, что мы от вас получим в скором времени к следующему выпуску новостей результаты. Спасибо, Виталий. Это был Виталий Сизов, наш специальный корреспондент в Европе. В Париже идут переговоры, встреча советников-лидеров нормандского формата, и мы ждем результатов. США передали России ответы на предложения в сфере безопасности. Публиковать их в открытом доступе не будут. Об этом говорил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтон хочет идти по дипломатическому пути, а реакция США на требования Кремля о так называемых гарантиях безопасности была скоординирована с Украиной и Европой. Кроме того, Соединенные Штаты ведут переговоры с европейскими партнерами о жестких экономических шагах против России. Также, по словам Блинкена, в ближайшие дни Украина получит новую партию вооружения, а Вашингтон остается приверженцем принципа открытых дверей в НАТО. Наш ответ России отражает то, о чем я говорил в Киеве, Берлине и Женеве на прошлой неделе. Мы открыты к диалогу, мы предпочитаем дипломатию и мы готовы двигаться дальше, где есть потенциал для коммуникации и сотрудничества. Если Россия деэскалирует агрессию в отношении Украины, прекратит подстрекательную риторику и подойдет к вопросу будущего безопасности в Европе. Россия может применить военную силу против Украины в середине февраля. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. В то же время она подозревает, что даже окружение президента РФ Владимира Путина не знает о его конкретных планах. Тем временем сегодня генеральный секретарь НАТО Ян Столтенберг созвал экстренную пресс-конференцию после передачи США письменного ответа России по так называемым гарантиям безопасности, на которых настаивал Кремль. Я не знаю, принял ли он окончательное решение, но мы точно видим все признаки, что Путин может использовать силы сейчас или может в середине февраля. И мы все знаем, что церемония открытия Олимпийских игр пройдет 4 февраля. Предполагается, что президент Путин будет присутствовать там. И Си Цзэньпинь просил, видимо, чтобы в это время не было атак против Украины. Одна из самых болезненных мер. Ядерная опция, крайняя мера, последний патрон. Так, в российских СМИ описывают возможное отключение российских банков от глобального канала финансовых коммуникаций SWIFT. Пойдет ли Запад на такую меру и сколько она будет стоить российской экономике, разбиралась Дарья Вершиленко. Отключить российские финансовые учреждения от глобального межбанковского канала SWIFT. Это один из пунктов в новом пакете санкций, предложенном 25 американскими сенаторами-демократами в ответ на стягивание российских войск к границам Украины. Эту меру обсуждают власти США и Европы. Мы можем спориться только на официальные заявки руководителей государства. И, очевидно, мы не видели каких-то категоричных, запереченных, кто будет блокировать эту идею. Но мы можем увидеть, что риторика наиболее обережна. Наиболее обережна, это, конечно, Немеччина. В очевидно, через экономические интересы. Это и та позиция Италии. Это мы видим определенные хитания относительно Франции. А вот Великобритания, по сообщениям газеты The Telegraph, в качестве крайней меры может поддержать предложение отключить РФ от международной межбанковской системы SWIFT. Сам по себе SWIFT – это универсальный канал связи между банками. 11 тысяч учреждений из 200 стран мира отправляют через SWIFT 5 миллиардов сообщений в год о том, кто, куда, кому и сколько переводит. После изоляции российских банков перевод денег из РФ за рубеж усложнится. Для финучреждений это фактически будет откат на 30 лет назад и возвращение к условным факсам. Замедлятся экспортно-импортные операции. Пострадают и российские граждане. За рубежом их карты, виза и мастер-карт превратятся в кусочки пластика. Отключение SWIFT – это мера, которая действительно четко создает впечатление о том, что страна – изгой в финансовой сфере. Она в этом отношении очень болезненна. И банк без подключения к этой системе – это абсолютно второсортная финансовая организация с точки зрения любого иностранного контрагента. В этом отношении психологический удар очень большой. Украинский экономист Тарас Казак говорит, что в случае отключения российские банки попытаются переводить деньги через дружественные банки в других странах. Например, Беларусь, Казахстан, а возможно Китай. Это приведет к замедлению, удорожанию платежей. Возникнут вопросы и по поводу надежности операций. Когда деньги лежат в Банков Нью-Йорк, понятно, что там это надежно и что с ними не случится. А когда какой-то банк-посредник, мы не знаем, что там может произойти. Потом страна, которая будет регулировать этот банк, тоже имеет влияние. Езна понимает, что через нее ходят все валютные платежи России. Ну, в общем, Россия очень становится зависимой от такой страны. В российском МИДе сочли угрозу отключить SWIFT несерьезное. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов даже позволил себе иронию по этому поводу. Тем не менее, РФ готовится к сценарию отключения страны от SWIFT со времен первых разговоров об этой санкции в 2014 году. Создана внутри российская система, но она, в отличие от SWIFT, работает не круглосуточно и имеет лимит по операциям. Достаточно хорошая система внутренней передачи информации, внутренняя система платежей в рублях у них. Но для платежей наружу России, конечно же, это все, если и работает, то так, в общем, на соплях. Аргументов у России в пользу того, что Запад не пойдет на отключение от системы, несколько. Это невыгодно всем сторонам. И второе, SWIFT, коммерческая европейская организация, мол, США, не имеют на нее влияния. В 2018-м иранские власти тоже не очень верили, что страну отключат. Но это произошло. Картина очень напоминает российские СМИ сейчас. Как они говорят про SWIFT, это ничего страшного, это ерунда и так далее. Заметили, как рухнуло именно реал иранский. Именно за считанные месяцы потерял 240% именно своей силы. Сразу уже иранская экономика потеряла 53% экономики от экспортного оборота государства. Сразу уже не смогли продавать нефть, в котором зависит, скажем так, иранская экономика. Опрошенные нами экономисты сходятся во мнении, что отключение Росбанков от SWIFT станет потрясением для российской экономики. Но только в краткосрочной перспективе. А вот запрет долларовых операций для России в случае полномасштабного вторжения в Украину, о котором говорил президент США Джо Байден, может быть более эффективным. Дарья Вершилинка, Лариса Зубенко, Виктор Головко, Новости Украины. Прокомментировать ситуацию с возможным введением санкций, которые затронут банковскую систему России, согласился президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас. Здравствуйте, Андрей. Доброго вечера. Все активнее обсуждается отключение России от системы SWIFT. Чем-то грозит Кремлю. Какими убытками? Ну, это, напевно, треба расценивать такие сбитки для держави России, для держави-агресора в визначениях, скажем так, декілька крат. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про російську валюту рубль, я думаю, що ця просто валюта може безцінитися абсолютно і перетворитися в звичайний папір. Оскільки світ і економіка, вони ж є глобалізовані. Тому я вважаю, що якщо Росія, скажем так, готова на такі безпрецедентні кроки, я не знаю, як вони будуть пояснювати це своїм громадянам. Оскільки продаж продукції назовні, імпорт продукції, які вони імпортують ззовні, всі ці розрахунки відбуваються через систему SWIFT за допомогою іноземної валюти. І тому я вважаю, що це буде величезною проблемою. Погоджуюся з думками економістів щодо того, що це буде шок короткостроковий, оскільки будь-яка економіка може підлаштуватися. Але я думаю, що світовим країнам потрібно дати відповідь, що робити в той момент, коли, наприклад, Європа не підготувалася до того, що сьогодні основним постачальником газу в Європейський Союз є Російська Федерація. Тобто, якщо поламати цей механізм, особливо в період зими, коли опалення і газ – це ключова, скажем так, складова, може, навіть і безпеки Європейського Союзу. Тому, я думаю, що такі санкції, як відключення свіфту, будуть активно обговорюватися на предмет того, чи не зашкодить це партнерам Сполучених Штатів, наприклад, Європейського Союзу. Крім того, свіфт – це ж дійсно є не державна якась організація, а вона – це є кооператив, який створений за допомогою тисяч банків, тисяч організацій, банківських і небанківських фінансових організацій. І, скажемо так, ця організація свіфт, вона погано відноситься до того, щоб її використовували як інструмент політичного тиску. Я вам об'язательно ще спрошу об этом чуть-чуть попозже. Мені інтересно узнать ваше мнення по поводу запрета більш вероятной санкції. США збираються на банківські операції наложити запрет на банківські операції в доларах для російських банків. Вот така ситуація. Болі реальна? Тут також треба говорити, оскільки, я думаю, що це, скоріш за все, буде не тільки, наприклад, не на всю країну, а, наприклад, на певний перелік банків. Може бути заборона з боку США відкривати їм кореспондентські рахунки в західних, ну, скажімо так, в інших банках, не російських, в такій валюті, як долар США. Такий захід, він дійсно може бути, скажімо так, швидшим і дієвішим, оскільки це рішення приймає безпосередньо Сполучені Штати Америки і не потрібно, скажімо так, десь використовувати SWIFT як організацію для здійснення таких санкцій. Але я ще раз хочу звернути увагу, потрібно давати відповідь на питання, як країни зможуть розраховуватися за енергоносії з Російською Федерацією в іноземній валюті. Це дуже важливий питання. Спасибо, Андрій. Я зрозуміла, то есть все, вопрос не рішен. Це дуже складний вопрос. Спасибо большое, Андрій, о возможних міжнародних санкціях проти банковської системи России. В случае воєнной агресії проти України ми говорили з президентом Ассоціації українських банков Андреем Дубасом. Росія дорого заплатит за агресію проти України. Такі заявлення все чаще звучат от мирових лідерів, високопоставленних чиновників Євросоюзу, генсека НАТО. В кожному часу речі о введенні жістких санкцій проти України, якщо Путін все ж решиться пойти в наступление. Але російські олігархи вже зараз теряють мільярди доларів з-за ограничений, які міжнародні партнеры примінили, щоб предотвратити війну в самом центре Європи. Подробности смотрим далее. 28 млрд долларов – столько потеряли российские олігархи за останній місяць. По данным издання Форбс, 76 млрд в країні понесли потери із-за российской агресії проти України і інформацією о возможному вторженні РФ. Те, що оцінка богатства российських мільярдерів сократилась дуже сильно, тому що российський фонд ОВН упав на 15% с начала року, це, зв'язано з той словесною агресією, яка ведет Россія в відношіній України, в відношіній Западі. Це не означає, що у российських мільярдерів, олігархів, хто-то отобрав деньги. Снизилась оцінка активів, але ніхто у них контроль за тими компаниями, котрими вони розпоряджуються, не отбирав. Але серйозний удар може послідовать в случае реального вторження РФ в виде санкцій. Росії к ним не привыкать. После семи лет агресії в отношіній України і нескольких пакетів западних ограничений, Москва лишилась десятка мільярдів доларів. В списці потерь – отток капіталу і інвестицій, сниження уровня ВВП і репутаційні потери отдельних бізнесменів. Новими санкціями России уже пригрозили ряд стран. Президент США Джо Байден пообіщав невидані санкції і заявив о готовність ввести персональне ограничення проти президента РФ Владимира Путина в случае вторження. Я объяснил Путину, що в случае вторження в Україну ему придеться иметь дело з серйозними последствиями, включая жоскі економічні санкції. Кроме того, я буду вынужден увеличити военне присутствие подразделений США на восточних границах НАТО – Польши, Румынии і т.д. Думаєте ли ви над тем, щоб применити санкції конкретно проти нього, якщо він решить все ж начать вторження? Да. Іздання Биль підсчитало, що тільки от нових санкцій США Росія потеряє більше 50 мільярдів доларів. Единогласно ввести ограничення проти РФ готовы також ЕС і Великобритання. В Кремле ж заявили, що возможні санкції проти Путина будуть безполезни, і ограничення бессмыслені для любого представителя высшого руководства России, ведь їм давно запрещено иметь зарубежные счета. Не совсем владеющее этой темою грейсмены і сенатори США, вони говорять о заморозці активів, представителя российського руководства, банковських счетів, там, движимості, недвижимості і т.д. Дело в том, що по нашому закону для представителей высшого руководства і для чиновників це давным-давно було запрещено. Западні лідери неоднократно предупреждали Россію о том, що вторження буде мати високу цену для нього. Однака діалог і дипломатія ще поки можна. Інна Косинська, новість України. Восьмій год Україна живет в состоянии оккупції Крима і військової агресії России на Донбассі. На ліній соприкосновення гибнут українські военні, міни і снаряди взрываються в домах мирних жителів. Як і що може остановити агресію Кремля? С таким вопросом мои колеги обратились к жителям разных регіонів України. І вот, що услышали. Як можна розмовлятися з воєнним чоловікам, це в першу чергу на силу треба отвечати силой. Тому що переговариваться, санкції, як показала практика, у нас, ну, ні к чому не приводит. Ну, не то, що введення боєвих действий, ну, скоріше всього, защиту своїй території. Від ми не йдем на їхню територію, ми стоїмо на своїй землі. І нам, по большому счету, нікуди деваться. Нападе, якщо не захочете, нападе. Нікакі санкції не допомогуть. Ноль. Це людина, який знає своє справи дуже туге. Що його може остановити? Це треба тільки розмовляти нашим політикам. І все. Путіна може зупинити це солідарність всього людства, яке об'єднається заради того, щоб продемонструвати, що шантаж в геополітичних питаннях неможливий. Ну, я вважаю, що його може остановити тільки позиція сили, причому сили воєнній і з участью абсолютно всіх стран. А, по-перше, та підтримка всесвітня, яку отримує Україна, вона, можливо, не зупинить, але пригальмує трошки. Пригальмує те, що відбувається на сьогодні. Сама відсутність Путіна, вона якась вплине на це. І, можливо, якась політика Росії зміниться. Реальне, в тому числі, летальне воружі, щоб було видно, що в нас є чим захищатися, що ми готові захищатися, що ми не віддадемо ні сантиметр більше своєї території. І, звісно ж, це внутрішня ситуація в Росії. Там теж багато людей не хочуть війни, не хочуть крові, не хочуть, щоб погибали їхні діти, їхні мужі. Не знаю. Я вважаю, що то хвора людина, його тільки зупинить, напевно, коли його не стане взагалі. Тому що ніякі санкції, нічого абсолютно на нього не впливає. Я думаю, якщо Путіна мало що може зупинити, його взагалі ніколи нічого не зупиняло. Я вірю, що молитва України має значення. Все-таки ми християнська країна, маємо молитись. Єдність нашого народу, першу чергу. І самосвідомість кожного зупиня. Новий день, нова порція дезінформации об Україні. Пытаясь запугать Київ і його западних союзників, Кремль ні на минуту не останавливає конвейер пропаганди. Кіни вбросами пугали російські СМІ, і почему вся ці абсурдні мифи так легко розвенчать? Мої колеги розбирались. Незаконные вооружённые формирования нашли для себя оружие, в шахтах. І так багато, що на 8 лет боєвих действий хватає. Стоить отметити, що основним источником оружія і боєприпасів для вооружённих сил ДНР і ЛНР стали оружіянні склади, унаследовані Україною в 1991-м. Многі з цих складів були оборудовані в старих шахтах Донбасса. Якщо верити росіянам, в шахтах добувають не уголь, а боєприпаси. Але це не саме абсурдне заявлення про кремлівських пропагандистів. Своє желання поставлять оружіе іррегулярним вооружённым формуванням Кремль объясняє тем, що це якоби Київ готовить военну агресію. І цей вброс – один із нескольких класичних, який вже восьмий год використовує Москва. А именно то, що нынешнія напряжённість є результатом упорного агресивного поведення України. А Росія тільки і робить, що всіх захищає. Війна триває вже восьмий рік. І за вісім років, чому окрім цього фейку і такої доволі важливої, скажімо так, негарної наслідків долі жінки, яка говорила про розпятого хлопчика, де весь світ побачив оцей фейк, здійснено, немає жодних прикладів про утиски, порушення прав російськомовних. Але пропаганда, суть пропаганди в чому полягає, і багато років цим займаються, пропаганді не потрібно доводити раціональні речі. Чим абсолютно нелогічніше подана інформація, тим швидше в неї повірять. Второй, достатньо частий російський вброс – то, що рано чи поздно Україна має понять, що только Москва – єдинний друг Києва. А вот ЕС і США лише використовують Україну в своїх інтересах. Доказати, що це відкривна лож, поможуть статистіка. Так, ЕС є найбільшим економічним партнером України, на долю якого приходиться більше 40% її торговли. С 2014 року Євросоюз предоставив Україні 17 мільярдів єврокредитів і грантів. Ні, Європа не забрала нас жодної частки нашої території. А Росія забрала, при тому забрала зеленими чоловічками. І Сполучені Штати надали нам фінансову допомогу для того, щоб Україна, яка потерпає вже такий стільки часу війні, могла утриматися в цій війні в силу економічної війни, яку веде Росія. Ну і любимий вброс Кремля последніх років – це то, як Україна якоби нарушає Минське соглашення. І це при тому, що сама Росія їх совершенно не підтримується, не обеспечується прекращення огня, не виводить тяжелого вооруження, блокується процес взаємного освобождения. Зато регулярно роблять вброси о няком признанні на мировому уровні Ордло. К примеру, сегодня по версії России в одному із немецких новостних агентств написали, що на встречі лідерів нормандського формата будуть обсуждать переговори України і оккупціонних администрацій. І це ще одна откровенна ложь. Позиція України, которую багато рази висказували на разных уровнях, неизменна. Вона отвечає українським інтересам. Нікаких прямих переговорів с сепаратистами не було і не буде. А подобні видумки появляться благодаря манипуляторам, які вже багато рази пыталися зробити змену на ровному місці. Андрей Єрмак, руководитель Офіса президента України, в інтерв'ю РБК. А также в Офісі президента призвали не верить спорным заявлениям, які все чаще российські пропагандисты публікують в СМИ. Їх головна задача – посеять панику. Задача України – виграю цю информационну войну. Ірина Коваленко, Новости України. Почти 100 тисяч гривень на своє дело. Министерство соціальної політики України запустило національну программу поддержки малообеспеченных семей «Рукопомощі». «Как получить кредит под собственне дело? І нужно ли його возвращати?» Вияснял Богдан Красавцев. Государственная программа «Рукопомощі» – це трехлітній кредит под 0% на відкриття собственного дела. Сумма пособия може составлять до 15 минимальних заробітних плат, то есть максимум 97 500 гривень. Така господдержка доступна только малоимущим безработним. Мы спросили у киевлян, куда бы они инвестировали почти 100 тисяч. Открыла бы проекты, которые я планирую открыть. То есть это было бы, например, с моим агентством. Фильмы бы снимала. То есть я думаю, это полностью креатив и творчество. Может быть кофейню, да. Да, ну какое-то обслуживающее, наверное. Типа на ресторан не хватит, но кофейня, и можно с нее начать. Наверное, что-то для детей. Ну, развивалки какие-то. Что-то в этом роде. Сейчас одно из самых выгодных – это мобильные технологии, игры, приложения. Скорее всего, сейчас в какую-то торговлю в быстрый оборот. Программа предусматривает также консультационную помощь в ведении бизнеса. Деньги же предоставляются безналично. И потратить их можно только на закупку оборудования и материалов для организации своего бизнеса. Если будет выявлено, что человек або не действует деятельности, або использует то мобильное, которое будет куплено в рамках программы, або оно его каким-то образом использует не за призначением, то за требованием центра занятости такая помощь должна быть повернута. Беспроцентный трехлетний кредит по программе «Рука помощи» можно возвращать за счет уплаты налогов и единого социального взноса. Это человек, который выполняет предпринимательскую деятельность и платит податки. На сумму этих податков уменьшается сумма цієї поворотной помощи, которую она должна платить за результатами. Если она будет расширить свой бизнес, получать, по сути, работников такой же категории, как и она, то есть не работающих, працездатных членов малозабеспеченных семей, и больше, чем двоих людей она залучает, она вообще с этого момента не повертает никакую зарплату. Эксперты говорят, около 100 тысяч гривен достаточно, чтобы начать свое дело. Советуют присмотреться к креативным индустриям. «Дуже легко и, насправді, сферою для входа – это все, что связано с онлайн-цифровыми коммуникациями. Это есть коммуникационные агенции, саооптимизация, написание текстов, пиар, маркетинг то что. Это может быть цифровый дизайн, когда мова идет про створение каких-то графических объектов. Это может быть дизайн, когда мова идет про створение каких-то мод и дизайнов. Также эта госпрограмма будет очень кстати жителям подконтрольного Донбасса. Программа «Рука помощи» в 2016-2019 годах пилотно работала в Харьковской, Полтавской и Львовской областях. Статистика тогда показала – 92% украинцев, открывших свое дело с помощью господдержки, дальше работают и создают новые рабочие места. На программу в бюджете на этот год предусмотрено 100 миллионов гривен. Богдан Красавцев, новости Украины. Он попытается ответить на неудобные и острые вопросы под пристальным взглядом пятерых экспертов. А мне только остается попрощаться и пожелать вам мира и крепкого здоровья вам и вашим близким. И попрощаться до следующего выпуска новостей. Больше информации, в том числе и о пользе вакцинации, смотрите на нашем сайте и в соцсетях. Берегите себя и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok